всем привет друзья сегодня я предлагаю вашему вниманию ролик на тему орехового бизнеса многие мои подписчики знают что мы занимаемся этим домашним бизнесом у меня есть уже несколько роликов на эту тему на канале они собраны в один плейлист кому интересно и кого интересует такая тема орехового бизнеса под этим роликом есть ссылка наш ореховый бизнес является именно домашним мы не занимаемся переработкой ореха в промышленных масштабах долгое время мы кололи орехи обычным молотком и отверткой этот же сезон нас прекрасно выручил ореха кол бабочка сталь 2 который мы приобрели у компании ореховод кому интересно под этим роликом вы найдете ссылку на такой орехокол есть даже ролик у меня на канале там я рассказывал о его технических характеристиках и по производительности такого ореха кола ролики на тему как мы колем орех как мы его сортируем как мы его подготавливаем колки какой выход ореха эти все ролики вы найдете в этом плейлисте очень много у меня было вопросов всех же все-таки интересует какой реальный заработок на грецком орехе именно на колки в домашних условиях и сегодня тот долгожданный ролик которым я попытаюсь ответить на очень многочисленные вопросы отвечу со всеми тонкостями и в деталях и так вот друзья я нарисовал такую вот съемку значит имеем и мешок ореха весом 26 килограмм в одном из роликов я объяснял что обычный сахарный мешок который мы знаем 50 килограммовый в него помещается хорошего уже бойного не мокрого ореха где-то 26 27 килограмм и так начинается ореховый бизнес примерно октябрь этот период я вот указал октябрь по декабрь самый бурный такой вот в ореховой деятельности закупка 26 килограмм ореха вот было у нас в октябре по 31 гривны я здесь указываю гривнах и в долларах чтобы вы могли посчитать по примерно по своему региону эти цены я указал именно для нашего региона но я думаю с другими он не сильно отличается итак 26 килограмм ореха по 31 гривне в октябре то есть по 1 и 2 десятых доллара это выходил мешок 806 гривен то есть 31 доллар значит из мешка 26 килограмм выходит 33 38 процентов ядра то есть девять сто девять с половиной килограмм именно ядра об этом я тоже в одном из ролики рассказывал сейчас я на этом не буду останавливаться кому интересно вы эту информацию найдете итак эти девять сто девять с половиной килограмм распределяются на белую бежевую темную и сушку то есть все ядро делится на 4 фракции и так в период с октября по декабрь белый выход 4 800 бежевой 2 200 темной килограмм 800 и сушки 700 грамм и сушки 700 грамм значит в а повторюсь в этот период октябрь декабрь была такая цена 170 гривен за белую то есть 6 с половиной долларов 120 гривен за бежевую то есть 4 и 6 доллара за это все за килограмм темная была 90 гривен три с половиной доллара и сушка была 10 гривен 0 4 доллара смотрите берем 26 килограмм из него выход 9 10 9 с половиной по вот этим ценам вот этот вес мы сдаем смотрите у нас получается 1250 гривен мы сдаем ядро из этого мешка ореха то есть 48 долларов смотрите потратили мы 31 доллар продали на 48 то есть 17 долларов заработок примерно с октября по декабрь с мешка с января по март цена ореха увеличивается где-то на 60 процентов именно орех в скорлупе то эти же 26 килограмм нам придется закупить по 50 гривен то есть 1 и 8 тире 2 доллара за килограмм за мешок уже придется заплатить 1300 гривен то есть 47 тире 52 доллара за мешок в зависимости от курса доллара который постоянно колеблется в это время значит смотрите уже не 806 гривен надо потратить а 1300 хочу сказать что не расписывал я цену январь-март она подымется буквально где-то на 10 процентов то есть опять же если мы сдадим эти девять спал девять сто девять с половиной килограмм ядра мы продадим это ядро за 1400 гривен то есть 51 доллар смотрите от потратить мы можем 47 тире 52 то есть уже мы входим на ноль если же вы возьмем апрель-май то ядро подымется еще процентов на 10 максимум 15 ну может быть 20 мы продадим ядро из этого мешка за 1500 гривен то есть 55 долларов соответственно вложим 1560 гривен то есть 58 долларов уже идет в минус бизнес так как орех в скорлупе уже будет стоить примерно 60 гривен то есть 2 и 2 доллара смотрите где мы теряем если мы в октябре ноябре закупим по 1 и 2 доллара орех в скорлупе то с апреля по май мы уже будем платить 2 и 2 то есть на доллар за килограмм дороже вот где мы теряем хотя ядро у нашем регионе не догоняет по росту ореха в скорлупе вот поэтому мы выходим уже в минус значит как зарабатываем и мы в октябре ноябре закупаем по 1 и 2 доллара орех скорлупе и практически до апреля мая на нем мы и работаем только так я вам хочу сказать можно заработать так как постоянно орех скорлупе растет и ядро цена на ядро не успевает перекрыть расходы я надеюсь вы уловили эту тонкость что невыгодно допустим купил мешок продал купил мешок продал до с октября по декабрь примерно ну пусть поселить до середины января так еще можно будет зарабатывать но затем уже когда цена возрастает на орех скорлупе уже заработок 0 и тут пойдет в минус то есть то что закупится в октябре ноябре по 1 и 2 доллара и будет у вас запас этого ореха на нем практически до мая и будет заработок вот такая главная фишка в ореховом бизнесе именно повторюсь в домашнем в нашем регионе ну еще скажу хочу сказать что ядром и продали и получается целый мешок бойной скорлупы и и у нас забирают где-то пол доллара мешок люди отапливают дома в честном секторе то есть но это такая маленький бонус пол доллара за мешок ну тоже приятное значит смотрите вот хочу сказать что если закупаем орех то мы зарабатываем 17 долларов с октября по декабрь этот же орех смотрите вот здесь уже мы будем зарабатывать плюс 10-15 процентов так как ядро подорожает и здесь еще где-то 10-15 с апреля по май ядро подорожает но уже даже мы будем выигрывать на цене экономии ореха который вот будет по 50 по 60 гривен то есть по 22 и 2 доллара надеюсь эту тонкость вы тоже уловили значит если что-то вас будет вам будет непонятно я советую просмотреть ролики которые у меня есть на канале там в основном по выходу ядра какой сколько примерно выходит здесь же я вам указал вот цены гривнах и в долларах за белую бежевую темную и сушка значит хочу сказать что вот если с октября по декабрь примерно 17 тире может быть даже 20 долларов с мешка то с января по март если вы закупили в октябре ноябре орех с мешка уже будет выходить где-то там 22 23 доллара и с апреля по май где-то 25 долларов с мешка хочу еще сказать друзья что такой информации в интернете абсолютно нету я вам конкретно на цифрах все рассказал как говорится разложил все по полочкам ну я думаю лучшая благодарность от вас если вам такой ролик помог что-нибудь разъяснил это лайкнуть это видео если не тяжело написать комментарий или поделиться этим роликом другие соц сети также если вы еще не подписаны на мой канал подпишитесь мой канал называется мужики на кухне не хотелось друзья омрачать общую картину и хочу сказать что заработать на таком вот ореховом бизнесе можно все таки и больше я планирую выпустить еще один ролик где там несколько советов и подскажу технологии увеличения заработка на таком вот домашним ореховом бизнесе хочу еще в дополнение заметить что огромную роль в заработке является качество ореха при закупке чем более качественное ядро тем соответственно более заработок очень еще огромный плюс является если у вас свой сад и у вас есть свой орех или как вариант вы можете достать орех по очень низкой цене я хочу сказать что у нас небольшой провинциальный город и цены все-таки у нас на ядро ореха не очень большие если же у вас есть большие объемы ореха качественного ореха то все-таки тоже немаловажно будет выйти на скупчиков в городах побольше так что друзья советую дождаться еще одного ролика про домашний ореховый бизнес и еще друзья если вы заинтересовались не забудьте перейти по ссылке на компанию ореховод где вы обязательно что-то найдете для себя желаю вам удачных заработков и прибыльного домашнего орехового бизнеса